всем привет привет запись пошла пошла у меня проблемы сейчас памятью и постоянно там что-то удаляю в общем надо заняться тем чтобы скинуть все фотографии все видео на компьютер с компьютера вот на жесткий диск по-моему это называется на фестплату чтобы освободить память потому что это нереально просто постоянно у меня памяти не хватает и бывает даже видео из этого не снимать потому что показывать нету памяти и приходится счета где-то удалять а там уже все настолько удалено что уже больше удалять вроде бы как бы и нечего так я сейчас на кухне готовлю кушать и решила сегодня сделать рассольник думала что же что же что же сделать но уже какое-то время вот супы не готовила на все такое было не жидкое вот решила супчик надо сделать так что готовлю сейчас суп что еще похолодало у нас германии слушайте прошлую неделю еще было плюс 30 мы еще в бассейне прошло неделю было сейчас вот я вообще тепло одета в пуди и штанах теплых и потому что у нас с утра было 8 градусов и днем нам обещает по-моему до 15 градусов сейчас посмотрю до 15 градусов представляете будет днем с утра 8 вот сейчас солнышко вроде чуть-чуть то есть то нету вчера тоже такая погода странная была то солнышко выйдет то дождь и я уже на улицу когда выхожу я одеваю зимнюю куртку слушайте реально холодно прошлую неделю время были раздеты ходили в открытый бассейн 30 плюс 30 градусов а сейчас до 15 утром 8 очень холодно я вот хожу уже тапки одела надо думаю какие-то мне тапочки купить такие знаете как сапожки которые одеваются потому что я очень взлячка я очень мерзну в ноги я летом когда было бы 30 градусов и больше дома было жарко то я ходила в носках махровых таких тепленьких я вообще ноги постоянно мерзну поэтому сейчас его то дело еще я в носках я делаю такие обычные тапки вот думаю нет надо покупать такие как сапожечки эти тапочки какие-то прям тепленькие потому что реально нужно плюс еще сейчас стою готовлю меня вытяжка работает и вниз она получается выдувает а вот этот воздух циркулирует и тоже немножечко так холодно и вот тоже когда готовлю сейчас и че хочет зайти выйти здесь окно открываю тоже тянет прям 1 по ногам и холодно прям не могу я вот мне лучше чтобы было жар снимала снимала сейчас на телефоне пошла сигнализация это раз в год у нас это бывает даже несколько проверяют вот эту как как это называется и уже повитряна тревога да то есть как это на русском воздушная тревога вот и у нас всегда это проверяют и не поняла сейчас такая рамка на весь экран и пищит телефон и сломался что ли нет это воздушная тревога сейчас проверка была так хотела рассказать еще за шторы мы с мамой ездили выбирали шторы я вам показала наконец-то я нашла потому что я долго искала все и в интернете заказывала обратно отсылала и ездила по разным магазинам все не могла найти здесь вот я нашла в принципе хорошенькие мне нравится и в магазине все таки знаете всегда берите пробу домой потому что в магазине немножко по-другому они выглядят в магазине так настроен свет ярко да очень яркий и они настолько блестели в магазине не знаю на видео это было видно или нет но прям блестящие я рискнула я взяла две шторины домой шторины есть такое слово повесила мне понравилось как это дома выглядит они вообще не блестят все хорошо вот поэтому где шторы потом я поехала у них надо заказывать так как у них не было того наличия которое мне надо потому что мне на все окна нужно сейчас покажу их как они выглядят разворачиваю и эти две шторы у меня так и висят принципе слушайте подходит под наш дизайн вот все серо белое и вот так вот эти шторы тоже выглядят сейчас наверное будет вообще вот так сейчас покажу так будет это вот так будет такая серенькая белая и здесь еще одна серая кто помнит кто со мной уже давным-давно помнят что у меня на моей старой квартире еще старой-старой еще до переезда вообще из вестер капель на куда-то у меня были ровные шторы тоже сначала коричневые потом у меня когда были кошки я поменяла мне бы тоже были серо с белым и они мне нравились и вот так вот здесь будет штора и там тоже будет все вот полосками на все сделано и видите они совсем вот не блестят так как они там блестели вот вообще этого блеска такого нету а там магазине думаю блин ну как елка честное слово но думала что дома может не будет этого действительно дома этого нету вот этого блеска но мне понравился материал то что не видеть они более плотные все равно они не такие вот прям мягкие примягкие да как тюль многие эти примут такие по плотнее вот вот такие вот шторы я выбрала заказала уже нужду когда надо будет сейчас я прячу вот так потому что чаще часто сюда сейчас и ч открываю дверь вот такие шторы я заказала конечно когда уже придут когда их заберу повешу и потом покажу вот что еще еще обновка у меня есть такая помощник это роботы на окна я приобрела и я очень довольна слушайте я вообще знаете терпеть не могу мыть окна вот это ну вообще вообще терпеть не могу а так чтобы поддерживать чистоту он опять же он не вымыть вам если у вас сильно грязные окна он не будет не вымыть там все они будут блестеть но поддерживать регулярно чистоту чтобы окна знаете не загрязнялись настолько сильно и это вот как например робот пылесос который вот есть пылесосик протирает полы вот этот робот для окон типа такого плана то есть у вас когда не сильно грязные да вы запустили и регулярно его запускаете он вам протирает окна и вас они будут чистые потому что говорю я не люблю мыть их и вот такой я давно хотела и вот купила сейчас тут запускала все мне помыла меня чистые окна так что покажу вам потом покажу как он выглядит может кому-то интересно покупала кстати на алиэкспресс вот так что такие дела все дальше готовы сейчас супчик занимаюсь своими какими-то делами еще подумал что переключимся так девочки показываю какой купила робот себе для окон но это не реклама то есть я сама купила за свои деньги просто может кому-то это моя рекомендация тоже поможет потому что вы спрашиваете тоже бывает что что и как так смотрите но это уже я пользовалась и на он так лежит у меня вот так вот называется фирма по рукой какой-то по рукой за 100 евро его купила на алиэкспресс я смотрела на амазоне тоже думал ну там знаете идут от 150 евро и я вам скажу что многие также приходят оттуда где-то из китая поэтому я рискнула заказала в принципе довольно я даже свой робот-пылесос от xiaomi тоже на алиэкспресс покупал и он уже настолько работает в общем идет такая же бутылочка вот к нему ну жидкость я сама сюда тут просто обычная жидкость для стекла потом здесь вот здесь вот она заливается и он потом брызгает есть пультик вот пультик где вы тоже нажимаете чтобы он брызгал сам да он ездит вот приходит с ним вот такие вот тоже на нем уже и одеты есть вон внизу у меня одеты тряпочки и с ним приходили и плюс еще можно заказать дополнительно я еще заказал очень длинный шнур тоже я довольна в общем буду когда мыть я покажу на потому что мне еще на втором этаже надо будет помыть окна когда буду мыть я вам покажу как это я делаю вот так что в принципе слушайте прикольно вот такая фирма они там разные есть и дороже и дешевле я смотрела отзывы многие довольны и пришло мне буквально за три дня я заказала на третий день мне уже пришло мне кажется где-то с европы тут может с польши или откуда-то доставка так что вот такой вот робот заказала себе вот и классно в принципе довольно так что алиэкспресс рулит а и еще заказала сейчас покажу я вот сюда поставила себе вот такие вот искусственные цветы гортензии слушайте вообще красота мне очень понравилось как выглядит я люблю вообще гортензии вот так вот шикарно это выглядит все у меня не знаю показала коридор вот так вот нет не коридор кладовка ну вот коридор вот так вот у меня сейчас выглядит эту вазу сюда поставила потому что там она мешалась в принципе неплохо вроде бы до вписалась вот там у нас еще плинтуса лежат поэтому еще такой чуть-чуть процесс ремонта вот и вот так вот зеркалом да вот так вот все выглядит и вот я сюда хотела но я хочу сюда другую вазу хочу такую знаете серебряную какую-то вазу сюда но пока на время поставила эту тоже вроде неплохо смотрится дверь туда надо закрыть чтобы этот бардак там не было видно тогда будет больше не все красивенько так что вот так вот сейчас выглядит коридор что да мама машину закроет стой стой там машина он едет она не сюда куда мы с мишель приехали шпрингулина будем прыгать играть кататься как ребенок идем идем буден день сегодня четверг приехали полтретьего вообще красота никого нет на выходных лучше не приезжать я показывала что здесь происходит на выходных конечно сейчас может туда дальше будет побольше детей не знаю но сейчас это вообще кайф там еще немножко пришли тоже 2 да там видно день рождения у кого-то но немного еще детей по свободе а то бегают сбивают такой шум гам стоит сейчас красота мишель так обрадовалась и когда сказал что мы едем кататься лазить прыгать на карусельках боже мою как она прыгала и радовалась что ребенку надо для счастья на ой шарики хочешь шарики да давай вот сюда залазь нет мишель вот сюда вот сюда надо залазить она недавно вот как раз видео смотрела как раз как здесь шарика как она здесь играла прыгала и тоже хотела сюда ну хорошо мы поедем вау сколько шариков да сколько шариков нравится классно надо почаще сюда приезжать да вот так после садика вообще вообще классно когда детей мало можно напрыгаться набегаться что сюда хочешь ну давай вот сюда вот так зарыть тебя в шарики где мишель а где ты вот вот катаемся на таких карусельках сейчас поедет сейчас мы такой вот тоже катались сейчас здесь будет в чашечке у нас мишель конечно она обожает вот эти вот машины рули мы дома когда тоже на меня в гараж ведет чтобы мы посидели в машине она там как будто бы рулит вот это ее слабость вот вот и вот там мы уже на машинках тоже поездим чипы нужно покупать туда вот мы чип купили прокатились теперь она видела этот вот аттракцион и надо обязательно порулить я не знаю минут 15 уже тут сидим любителя на этого конечно руля ну в принципе как и папа с мамой да ну папа у нас вообще профессионально этим занимается да да что и маме надо маме порулить здесь спасибо о теперь мама рулить бум-бум-брум да мама едет ты будешь со мной садись ну а так вместе вот я говорю да у нас папа как бы это занимается этим это профессия рулить а мама как любитель я люблю за рулем ездить поэтому Мишель в общем в нас ой сколько здесь батутов да Мишель можно попрыгать и мне nodes у у у у нем нравится ой си шишу ох Мила тут вообще классно Она сальты делает Прыгает Но Мила сегодня с нами не поехала Потому что она поехала в класс инфаркт В поездку с классом Они поехали На 5 дней Поэтому мы сами Она там развлекается Мы здесь Туда хочешь? Ну пойдем туда Так Нет Ты тоже хочешь келаксы? Только что йогурт ела Хотела вам показать Давно я не показывала Покупок наших каких-то вещей Купила Мишель На зиму уже теплые вещи Немножко Ей достаточно будет Милочка Посмотри что она хочет А булочку наверное И она не хочет мерить Одни штаны ей только сейчас Одела она мне бегает Так не хочет мерить Купила ей куртку Сейчас у нас тоже всем куртки нужны Девчонка позаказывала Зимние Потому что у нас резко похолодало И нужны теплые куртки Купила вот такую Там розовенькую Видела но другого фасона Там она померила Еле уговорила Вот это мне как-то больше понравилось Что она такая Темно-синяя Она не маркая Такая с сердечками И под попу будет Где-то до колен Я думаю ей будет Что будет тепленько На утеплителе она Вот Покупала в магазине Вот таком вот Эти фэмбла Мне нравятся хорошие вещи Тоже качественные И не хочет мерить Вообще Мне надо же по мере знать Подойдет она ей или нет Надеюсь что подойдет Так что купила Ого Идет в штанах Вот штаны Которые уже согласилась Померить Клёш И они внутри с утеплителем Давай курточку померим Покажем Какая ты красивая В курточке Давай Померим Вот нет и все Вот что делать Вот с вот этой вот Вот этой обезьянкой Так Купила ей колготы Двое колгот Тоже вот с таким уже Начосиком внутри Потому что надо Сейчас их так изнутрь ходит И реально дни такие холодные Утром 8 градусов Чтобы не мерзло Двое колгот Вот купила Вот потом Вот такие штанишки Тоже вот прям Утеплитель здесь Тепленькие внутри Вот такие С сердечками Бежевые Вот такие штаны Купила Написано Термо Вот интересные Я тоже хочу померить Не дается И вот такие В садик Обалденные Тоже сверху Там на годик Накинул Да и пусть носит Будешь это мерить? Да Красивая тоже Какая она Таких на этих На застежках На кнопочках Удобно Что не на пуговицах Класс Давай дальше мерить Видите Под камеру Носила Немножко А то бегала Не хотела Ух ты какая А ну-ка Рубашечка В мишельке Так Сейчас мама Достанет ручку Чуть-чуть Конечно великоватый Но классно Все равно Смотрится А ну-ка Бегает в зеркало Смотрите Там в зеркало Она стоит Смотрит в зеркало Красивая? Поймай А нет Не в зеркало Куда она побежала? Она в зеркало Смотрит Ой Класс Красивенько Чуть-чуть Навырос Буквально Ну классно Все равно Она у нас Очень быстро Растет Красота И вот такую Вот Худи Купила Тоже Такую Мягусенькую Мягусенькую Вот мне нравится Качество Вау Нравится Классная Такая Худи Тоже Тепленькая Вот так И Куртку Еще Вот такую Красивую Купила Померяем Куртку Эту Хочешь Померить Ну давай Давай Мама Снимет Иди сюда К маме И штанишки Давай вот эти Тоже Померяем Смотри Какие Они как раз Вот к этой Кофточке Подходят Померяем Штаны Хочу штаны Эти Померят Тоже Не знаю Леггинсы Я не переживаю Что они Подойдут А вот эти Штанишки Должны Вроде Подойти Не знаю Посмотрим Эти я брала Девяносто восьмой Размер Потому что Верх как-то Надо чуть-чуть Больше Я заметила Брать Сто четвертый А низ Девяносто восьмой Хотя Вот эти Я кто Пожел Помолу Эти вот Леггинсы Все я брала Сто четвертый Уже Размер Вот Что у нас Мишелька Она такая Крупненькая Девочка У нее Получается Уже Девяносто Один Сантиметр И Шестнадцать С половиной Килограмм У нее В два Года Вот Но она Такая У нас Она Ну как бы Не толстенькая Да Ну такая Плотненькая Сбитая Скажем так Поэтому Нужны вещи Уже Я говорю Сто четвертый Размер Мы берем Сто четвертый А вот это Вообще Сто десять Я брала Что там